Сегодняшняя тема. И как не испортить жизнь не только себе, но и своим домашним. Глориоза. Красивый цветок, чем-то напоминающий лилию, не так прост, как может показаться. Однако его продолжают скупать из-за супер привлекательного внешнего вида. Проблема в том, что в корне растения, как и в стебле, содержится довольно опасное вещество, колхицин, которое может привести к летальному исходу при мощной интоксикации даже взрослого человека. Подумайте несколько раз, стоит ли заводить такого зеленого, друга, если же решитесь, все манипуляции проводим в плотных перчатках. Полосатая алоэ. Мы привыкли, что алоэ, исключительно полезное растение, которое борется как с кожными болезнями, так и служит отличным ингредиентом для всевозможных средств по уходу. Какой тут может быть вред? Тут стоит быть аккуратным, ведь речь идет о полосатом алоэ, которое мало чем схоже с обычным своим собратом. Если сок этого подвида попадет в желудок, может начаться сильнейшее кровотечение. Фиалка. Красивый цветок, который приобретают не только для домашнего высаживания, но и для дачных условий. Само по себе растение не ядовитое, однако, аллергикам стоит быть осторожными. Некоторые люди настолько плохо реагируют на запах цветка, что даже могут потерять сознание. Причем причина часто не в самом запахе, а в грибке, который живет на цветках фиалки и его споры попадают в организм аллергика. Будьте осторожны. Важные моменты для аллергика. Часто можно по одному взгляду понять, насколько велика вероятность того, что растение вызовет аллергию. Растения с волосками на 80% чаще вызывают неприятные симптомы у людей, чувствительных к специфическим ферментам. Также не стоит забывать, что даже такой простой цветок, как фиалка, о которой мы говорили чуть выше, может стать причиной того, что аллергик начнет задыхаться. Кроме того, растение с волосками трудно очищать от пыли, а без тщательной очистки такое растение быстро погибнет. Ставь лайк и подписывайся.